У нас в гостях советник президента Украины Михаил Михайлович Подоляк. И мы хотели бы... Михаил Михайлович, приветствую вас. Михаил, здравствуй. И скажите, пожалуйста, мы хотели бы узнать, когда и какая, может быть, есть какие-то уже реакции на вот эту мобилизацию, на утреннее обращение Путина, реакции украинских властей? Давайте разделим на две части. Слушайте, конечно, есть реакция у нас, она уже 209 дней, очень активная реакция о том, что мы делаем с точки зрения своих территорий. Давайте разделим здесь. Для Украины ничего не меняется. У нас абсолютно чётко есть понимание, что это банальная война, это никакая не специальная военная операция, с учётом ударов, которые наносит российская армия, с учётом интенсивности этой войны и так далее. Дальше мы чётко понимаем, что войну эту закончить можно только освободившие территории. И, соответственно, наше контрнаступление, блокады территории также продолжалось, как и продолжалось. То есть для нас, с точки зрения влияния на процессы, которые в Украине, вот эти все заявления, естественно, никакого влияния не оказали. А вот для России это чрезвычайно важный аспект, потому что это, мне кажется, что это такой психологический перелом. То есть, грубо говоря, фундаментальный перелом, понимаете, на 209-й день войны, который трёхдневный, да, вы помните, вначале она была трёхдневной войной, мы захватим, поменяем марионеточный режим. Смотрите, на 209-й день войны сказано так, будет мобилизация. То есть, грубо говоря, большая страна Россия будет сейчас искать возможности дополнительно собрать какое-то количество живой силы и отправить в маленькую страну Украина, дальше воевать здесь за гипотетические какие-то цели. Типа мы не должны там никого из своих бросить. И своих бросить, это очень звучит странно, потому что здесь только территория Украины, естественно. Здесь, если кто-то хочет жить по российским правилам, он всегда был свободен уехать в Россию и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это начало такого панического падения вот этой политической элиты, которая сегодня в Российской Федерации находится. Мы это точно так и смотрим на это, да. То есть, действительно, война будет идти в том виде, в котором она дальше идёт. У нас наши планы это не меняет. Партнёры однозначно высказались о том, что они будут продолжать всю объёмную помощь, и, наверное, они её ускорят, потому что очевидно, что нужно заканчивать вот этот весь абсурд. И, наконец, третье. Россия окончательно попадает в крайне тяжёлую кризисную ситуацию, когда люди будут заблокированы в стране, люди будут насильно призываться в армию. Не будет никакой этой частичной мобилизации. Будет мобилизация, всё, что можем найти, берём. Никакой подготовки, не будет снабжения нарушено. Всё будет достаточно так, как оно выглядит и сегодня. Скажите, пожалуйста, реакция, есть ли на заявление о том, что будут применяться все виды оружия, готова ли к этому Украина, или это блеф? Или это блеф то, что будет применяться, скорее всего, ядерное оружие? Смотрите, хороший вопрос. Он очень чётко регламентирован международным глобальным протоколом ядерного сдерживания, который, кстати, Россия подписала. Инициативно применять ядерное оружие невозможно, иначе ты получишь ответ от других ядерных держав, несомненный, обязательный. Это ключевая позиция. Смотрите, очень просто выглядит ситуация. Я хочу, чтобы вы тоже её понимали. Она по полочкам выглядит следующим образом. Вы придумали войну. Вы, не имея никакого мандата, не спровоцированную войну, начинаете на территории суверенного государства. Вы забираете часть территории суверенного государства, которая вам не принадлежит. И вы называете эту часть территории, под абсурдным предлогом проведения референдума в зоне боевых действий, вы же понимаете, что и с юридической, и с физической точки зрения это невозможно. Тем более, что уже опубликованы цифры якобы проголосовавших, или готовы проголосовать за присоединение к российским государствам. Так вот, вы объявляете эту территорию своей, и говорите, что раз эта территория своя, вы можете применять ядерное оружие. Это выглядит следующим образом. Вы пошли куда-то, забрали что-то имущетое, сказали, смотрите, к нам не подходите, мы сразу будем уничтожать ОМП вас. Это абсолютно точно разрушает всю систему, которая много десятилетий строилась, именно ядерного сдерживания. И, конечно же, никто на это вестись не будет. Если Россия применит ядерное оружие, если даже в голове такое будет, это будет считаться инициативное, не спровоцированное применение ядерного оружия, которое должно быть молниеносно наказано разрушением центров принятия решения и центров пусковых центров и так далее. Поэтому мне кажется, что это абсолютно риторические заявления, это скорее относится к блефу, особенно в исполнении господина Шойба, эффективного полководца, несомненно, на 209-й день, который говорит, что у него ядерная триада готова. Мне кажется, что господину Шойбу надо не ядерную триаду готовить, а надо нанимать ядерную тройку адвокатов, конкретных юристов, которые будут доказывать, что он имел право вести войну с нарушениями правил и обычаев, введения войны, нарушениям всех конвенций и, соответственно, обеспечивать такой объем военных преступлений его армии. Вот это, кажется, триада, которая должна беспокоить господина Шойбу. Ну, в Гаге адвокаты дорогие, пусть по назначению будут. Скажите, пожалуйста, вот один из выходов из этой ситуации для воюющего с российской стороны человека, это была сдача в плен. Мы много об этом говорили. Вчера был принят закон, согласно которому сдача в плен грозит тебе в России потом до 15 лет тюрьмы. То есть человек, попадая в плен, попадает в обменный фонд и потом теоретически может быть обменен в Россию, где он потом будет садиться на 15 лет. Как-то украинские власти реагировали ли на это или, может быть, изменится политика по отношению к пленам, поскольку, ну, может, ему разрешат там в каком-то остаться или уехать в другую страну или что-то. Вот как его продолжать стимулировать, сдаться в плен и потом не попасть в тюрьму? Смотрите, хороший вопрос. Он сутильный, очень важный для того, чтобы понимать, что будет происходить с российскими гражданами. То есть они будут практически лишены всех прав на право на принятие того или иного решения. Безусловно, мы будем пересматривать концепцию работы с пленными. Естественно, нам выгодно, чтобы пленных было как можно больше с точки зрения пополнения обменного фонда. Но в данном случае любой пленный, который перейдет добровольно на сторону Украины, имеется в виду сдаться в плен, безусловно, и при этом не совершал именно военных преступлений, которые можно установить, исходя из документальных следственных действий, соответственно, этот пленный может обратиться по поводу невыдачи его Российской Федерации до момента изменения политического устройства в Российской Федерации. То есть он может попросить остаться в рамках, условно говоря, в другом юридическом статусе и какое-то время находиться. Мне кажется, что все события, которые сейчас происходят в России, они ускорят правильную финализацию этой войны. И, соответственно, у людей уже сейчас может прорисовываться сценарное будущее. То есть даже если ты в плен сегодня входишь, то, соответственно, через какое-то время, 3-5-7 месяцев, система в России будет обновляться. И, соответственно, наверное, будут отменены наиболее репрессивные, жестокие пункты положения, которые так или иначе говорят о том, что человек будет в высокую цену за нежелание убивать мирных граждан в Украине. Михаил, какой-то реакции от западных партнеров ожидает ли Украина сейчас в связи с вот этими свежими речами Владимира Путина и Сергея Шойгу какого-то, может быть, нового вооружения или, может быть, какой-то новой концепции поддержки Украины в связи с мобилизацией, которую готовит Россия? Смотрите, наши партнеры уже вчера высказались очень жестко, я бы даже сказал жестоко, высказались абсолютной абсурдности идеи проведения каких-либо юридических действий на территории, оккупированной территории, где находится просто армия Российской Федерации. И, соответственно, очень жестко высказались, в том числе Соединенные Штаты, по поводу возможного применения ядерного оружия. И, соответственно, сейчас, я так понимаю, для партнеров уже абсолютно точно, если, допустим, до вчерашнего и сегодняшнего дня партнеры еще говорили, возможно, мы можем выйти на какой-то переговорный процесс, потому что Россия там определенные цели ставит, то сейчас понятно, что Россия ведет обычную стандартную захватническую войну, масштабную войну, проводит соответствующие мобилизационные мероприятия, и, соответственно, Россию можно остановить только силовым способом, то есть проведя эффективную деблокаду и после этого запустив процесс политической трансформации в самой России. Никаких договоренностей на уровне Путин, кто-либо другой сегодня не будет, и вы даже слышали вчера достаточно жесткое заявление и господина Макрона, выступая в Ассамблее Объединенных Наций, и вы слышали за интервью господина Эрдогана, это наиболее такие, скажем так, люди, которые готовы были выступить действительно, на полном серьезе выступить посредниками, которые хотели найти какую-то формулу, которая позволяет прекратить активные военные базы, действительно учесть интересы Украины и России, так или иначе, то даже эти два политических субъекта очень жестко высказались о том, что инициировал господин Путин. Мы ожидаем, и мы уже имеем и видим эти результаты, ускорение, подчеркиваю, ускорение поставок военной техники, которая необходима для проведения работы по тыловому уничтожению российской обеспечительной инфраструктуры и по максимально ускоренной деблокаде территорий, включая Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, в Донецкой области. Смотрите, здесь очень важный аспект. Сняты все возможные компромиссные позиции. Господин Путин с сегодняшним выступлением и после него господин Шойгу, они очень точно сказали, никаких компромиссных вариантов невозможно. Возможно только полное освобождение территории Украины в границах 1991 года и, соответственно, запуск процесса политической трансформации в России. По-другому мы из этой катастрофической ситуации не выйдем никак. Михаил, можно напоследок вопрос. Вы уже успели пообщаться с главой офиса президента или с Зеленским, с президентом Украины относительно выступлений Путина? Какая их реакция? Или мы будем ждать публичной? Ну, будет, безусловно. Господин президент выступит публично. То есть будет определенная его реакция. Господин Ермак уже выступил. То есть он сказал, что в любом случае мы верим в СУ и ждем конкретики результатов. То есть четкая позиция ключевых представителей украинской власти уже заявлена. Она уже есть. Для нас, еще раз подчеркиваю, я как бы подытожу эту общую позицию украинской власти. Для нас принципиально вот эти выступления ничего не изменили. Для нас принципиально является продолжение операций, нескольких операций по деблокаде территории контрнаступления. У нас абсолютно точно идет накопление дополнительного ресурса, военно-технологического ресурса для того, чтобы разрушать тыловую инфраструктуру, включая с тыловыми большими армейскими базами в Крыму. Для нас принципиально есть консенсус общества, который точно регламентирует наше поведение, поведение нашей армии, что мы должны освободить всю территорию. Для нас принципиально есть понимание, и господин президент об этом неоднократно говорил, что Путин постарается перевести эту войну в максимальное нанесение ущерба критической инфраструктуре. Мы к этому тоже готовы. Есть консенсус общества. Мы тоже понимаем, что мы можем пройти через тяжелую зиму. И у нас есть понимание, что в России вот с этим выступлением господина Путина сегодняшним и со вчерашними заявлениями, вот этими истерическими заявлениями по поводу мобилизации, по поводу резкого увеличения сроков теребного заключения для отказников и так далее, мы понимаем, что Россия впадает в фазу такого панического и хаотического движения к обрушению собственной политической системы. Правильно ли я понимаю, что здесь у нас всего лишь два выхода. Победа вооруженных сил Украины, освобождение территории, либо смена власти в России, что сохранило бы, ну, это странно отрицать, это бы сохранило большое количество жизни, если бы военные действия прекратили продолжаться просто из-за смены власти. То есть украинское правительство, ну, в том числе, и рассчитывает на этот вариант, ну, не то, что рассчитывает, но, по крайней мере, его как-то поддерживает. Я скажу так, вы гениально точно сказали простую формулу эффективного окончания войны. Действительно, мы в любом случае будем забирать всю свою территорию обратно, потому что нам войны больше не нужны. Мы не будем заходить на российскую территорию, нам не нужно проводить оккупационные вторжения и так далее. То есть мы готовы, чтобы российская армия при смене, это очень правильное замечание, при смене политического режима в России и при принятии гораздо более адекватных решений и при добровольном отводе своих средств с территории Украины, мы готовы после этого действительно садиться за стол переговоров, когда российская армия не будет, в том числе в Крыму, и, соответственно, задать вопросы поствоенного мира с новым руководством Российской Федерации. Мне кажется, что это оптимальный был бы вариант для всех, включая для наших партнеров в том числе. И вы правильно говорите, вот только этот вариант позволит существенно снизить потери, которые будет нести Россия, объявляя, например, сегодня вот эту частичную мобилизацию. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо. Спасибо. Спасибо.